В истории человечества происходило немало великих и загадочных событий, суть которых не до конца известна людям. Мы хотели бы понять их, разобраться и получить ответы на терзающие много веков нас вопросы. Среди этих событий есть одно очень особое, являющееся, по моему мнению, самым важным и великим. Так как если в нем разобраться, мы сможем понять наконец-то, кто мы, для чего существуем и кто наши хозяева, кто на самом деле наши боги, кто мы для них, для наших богов. Самое удивительное и хорошее в попытке отыскать правду это то, что данное событие относительно многих других загадочных и мистических духовных событий, превратившихся в религиозный миф, это событие случилось сравнительно недавно. Ему немногим больше 100 лет. А главная свидетельница и участница тех событий, проживши практически 100 лет, покинула наш мир в 2005 году, рассказав о том, что пережила нашим с вами современникам. 13 октября 1917 года в Португалии, в небольшом городе Фатима, по меньшей мере 70 тысяч человек наблюдали нечто великое и необыкновенное, целое небесно-библейское событие, которое впоследствии станет известным как Фатимские явления Девы Марии, то есть самой Матери Христа, некто, кого миллиарды людей считают Богом. Это событие было настолько велико и подлинно, что на месте, где это случилось сейчас, стоит храм, посвященный Деве в Белом, сошедший с небес, давший простым смертным возможность увидеть себя и почувствовать ее силу. Безусловно, данное очень загадочное событие интересно не только ошеломляющим количеством свидетелей и тем фактом, что о нем знала не только вся Португалия, но и вся Европа, но и тем, что лишь сейчас, в наше время, благодаря нашим знаниям, детали, события, нам дают ответ на вопрос, что это было и кто это был. Знаю, что верующих, религиозных людей переубедить невозможно, даже если их собственный Бог скажет им, что они не правы, так как сила невежественного убеждения одна из самых сильных для человека. Значит, никого переубеждать и не нужно. Давайте просто узнаем факты, попробуем разобраться в них и умные люди сами найдут и поймут истину, а те, кто ее знают или догадываются, лишь еще раз убедятся, что ее знали или теперь знают. Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Сегодня вы услышите о невероятных событиях, которые действительно имели место быть, в которые тяжело поверить. Однако они действительно случились, показав, кто твой Бог-человек и кто ты для этого Бога и Богов. Подписывайтесь. Сегодня будет очень интересно. Мы начинаем. Главные действующие лица истории – маленькие дети. И это, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, совсем не удивительно, особенно для постоянных зрителей моего канала. Когда произошло первое явление необыкновенных ангельских, небесных и религиозных событий, впоследствии приведших к тому, что их будут лицезреть 70 тысяч человек, нескольким детям, увидевших их, впервые было всего 8, 8 и 6 лет от роду. Детей звали Лусия, ее двоюродный брат Франсишку и сестра Жастина. Все эти дети были простыми детьми простых родителей, выпасающими скот, чей весь день состоял или из учебы в школе, или из время, проведенного на природе, на свежем воздухе. Следует знать, что все эти дети являлись очень набожными католиками, как и все их окружение и семья. Впервые Лусия, она основной и главный персонаж, не считая небесных, в этой истории увидела нечто необычное и не один раз в 1915 году. Это была некая необычная человекоподобная фигура, словно закутанная в белую простынь или сделанная из снега, полупрозрачная, витающая в небе, дающая о себе знать, словно готовящая Лусию к своему полному появлению, проверяющая, испугается ли ребенок и убежит ли он от этого в желании забыть то, что увидел. Через год все изменилось радикально. Весной 1916 года Лусия, Франсишко и Жастина, почувствовав порыв ветра, увидели над деревьями яркий белый свет, приблизившись, он приобрел очертания молодого человека, которым молвил следующее, «Не бойтесь, я ангел мира, молитесь со мной». Он встал на колени, на землю, низко согнулся и три раза сказал, «Боже великий, верую, поклоняюсь тебе, уповаю на тебя и люблю тебя, прошу у тебя прощения за всех тех людей, которые не веруют в тебя, не поклоняются тебе, не уповают на тебя и не любят тебя». Затем он поднялся и сказал, «Молитесь так, сердца Иисуса и Мария внимательны к вашей мольбе». Удивительно, правда? Чего только фантазеры, дети, еще и религиозные, не напридумывали. И все бы ничего, если бы в дальнейшем у всего этого религиозного буйства событий, продолжавшегося ни один год, не появилось 70 тысяч свидетелей, среди которых были тысячи неверующих и очень образованных людей. Но самое главное не это, а то, что небесный ангел или тот, кто себя за него выдает, явился к маленьким детям 8 и 6 лет, фактически крошкам, совершенно безгрешным и сказал, дал буквально указание молиться и просить прощения у всемогущего Бога за людей, которые не верят в этого самого всемогущего Бога и не поклоняются Ему. Вопрос неадекваша, а при чем тут дети? Маленькие, не отвечающие за неверующих и непоклоняющихся твоему хозяину. У них, у детей с верой вроде «все хорошо», ты чего не явился именно к тем, кто не верит и не поклоняется, чтобы они после твоего появления с небес, сопровождаемого светом, начали поклоняться и верить. Уверяю, после твоего появления многие из них начнут верить и поклоняться. Однако, нужны были именно дети, наивные и чистые, которые не станут задавать вопросы и примут все за чистую монету, не так ли? Именно так и ты делал то, что следовало очень точно. Но это только начало. Дальше все было интереснее и страшнее. Ветом 1916 года, когда дети играли на природе, вновь появилась та же фигура и сказала «Молитесь больше! В сердцах Иисуса и Марии есть замыслы на ваш счет. Беспрерывно обращайте к ним самые свои истовые молитвы и жертвоприношения. Предлагайте все, что у вас есть в жертву нашему Господу, как возмещение за грехи, которыми он так сильно обижен, и как мольбу за обращение грешников. Это принесет мир в вашу страну. Я ангел-хранитель Португалии и больше того, принимайте и несите смиренно все те страдания, которые не спошлет вам Господь». После этой встречи одна из девочек, присутствовавших при очередном появлении небесных сил, сказала «Я не знаю, что со мной случилось». Говорила она после «Я не могу ни говорить, ни играть, ни петь. У меня нет сил что-либо делать». То есть после явления якобы ангела «Детям стало хуже, они были без сил». То есть у них что-то забрали, какую-то силу. Какую интересно, опять он за свое, скажут хейтеры. Но это все выдумал не я, это сказали дети. Им стало хуже при контакте с религиозно-мистическими персонажами. Они об этом сказали. Хотя при встрече с ангелом вроде как должно быть наоборот. И главное, тот опять за свое, опять просит детей просить прощения за чужие грехи, маленьких ни в чем не повинных детей. В конце говоря им и предупреждая дословно принимайте и несите смиренно все те страдания, какие не спошлет вам Господь. Страдания детям прекрасный Господь, как и Его слуги. А главное, адекватный. Но небесные силы не хотят останавливаться, ведь маленькие наивные дети не знают, как себя защитить и жуткое продолжение не заставило себя ждать. Осенью 1916 года детям вновь явился ангел с гостьей кусочком ритуального хлеба и ритуальной чашей. Из гости в чашу лилась постоянно кровь. Кровь, понимаете? Маленьким детям, в частности, Лусии дали кусок хлеба, из которого в чашу лилась кровь. Далее добрый ангел сказал, возьмите, вкусите плоти кровь Иисуса Христа, поруганную неблагодарными людьми, искупите их преступления и утешьте нашего Господа. Дети, вкусите кровь, поруганную неблагодарными людьми, утешьте нашего Господа. Да когда он уже утешится, падла, и успокоится? Безутешный такой, когда в нем уже, как в личности, появится эмоциональная состоятельность и спокойствие. Умение просто спокойно по-человечески все объяснять, сказать без угроз крови страданий. Что с тобой вечно не так? К чему такой надрыв, такая тяжесть? Соберись в конце концов и будь адекватным. Ты скажи нам лично, спокойно, мы все поймем. Нет. Нужны образы, нужны эмоции, нужен страх и любовь. Через раболепие и опять же страх. Наше понимание, я решаю проблемы только через поклонение и осознание, что вы, суки, мое гребанное разочарование. И нет, я не просто разочаруюсь и хожу молча подавленный. О, нет, я вас накажу за это разочарование. И скажу я об этом не мудакам, которые меня разочаровали, а маленьким детям, ни в чем не повинным. А тем временем на престол власти как раз восходил Ленин, а в его окружении был Сталин, а в Первой мировой войне воевал Гитлер, поражение Германии, в которой станет поводом для второй еще более чудовищной. Как тебе такая идея все это показать этим подонкам? Уверен, точно сработает и они остановятся. Или кому-то из современных мудаков, которые, видимо, из-за маленького члена все время носятся со своими ракетами, посмотрите, какая у меня огромная ракета, просто гигантская, она еще и летает, я вас всех могу ей кончить, верьте мне, да наплевать, насколько боги разочарованы во мне, я в них разочарован, и в том, что я говорю, я прав, и это знает вся вселенная и все адекватные существа, проживающие мне. 13 мая 1917 года детям впервые явилась Дева в Белом, та, которая всеми католиками считается в данном событии, как и самими детьми свидетелями явлений Девой Марии. Явившись, она сказала детям, не бойтесь, я не причиню вам зла. Да уж, конечно, особенно детской психике, деткам, которым 8 и 6 лет, которые теперь ходят и думают, что вся ответственность, как и результат обращения грешников к Богу лежит на них. И вместо того, что бегать по полям и лесам Португалии, лазать по деревьям, есть пыльные фрукты, хохотать от глупых шуток и познавать мир, они теперь с ужасом вспоминают кусок хлеба, из которого вечно льется кровь в чашу, из которой надо эту кровь испить. Поймите, я не думаю, что все эти небожители тупые и не понимают, как себя вести с детьми. Я уверен, что они так себя ведут умышленно, потому что к скоту и коровам никакой жалости, наплевать на психику и жизнь ребенка и человека, пусть делает, что ему сказали, а именно боится и страдает. Милая и прекрасная чистая дитя Лусия, воспользовавшись ситуацией, попросила о помощи двум умершим девушкам, чтоб тех забрали в рай. На что дева в белом, якобы дева Мария сказала, что одна из умерших девушек уже в раю, а вторая будет находиться в чистилище до страшного суда. Сейчас конец 2024-го. Это значит, что эта самая девушка находится в чистилище не в самом приятном месте уже более ста лет. Что ей там делать? За что ее там держать? Даже если она была вавилонской шлюхой или если сделала аборт своей ранней смертью, а ранней смерти естественными не бывают, это либо болезнь, либо погибель, из-за несчастного случая, либо убийства она уже все заплатила. Тем более с нее может спросить лишь ее ребенок, который был абортирован, если у него есть претензии, а преступления связаны с членами и вагинами, если это не насилие, если это совершеннолетние, и это добровольно, это не грех. Это преступление лишь против себя, ведь не познав чистоты тела, души, разума, любви, взаимоотношений, человек грешит лишь против себя, так как теряет возможность понять и ощутить такое чувство, которое окрыляет и придает всему смысл. Здесь и любовь к женщине, и к матери, и к людям, и к братьям нашим меньшим. Вы тут козлы, причем с вашим чистилищем? Схера ли вы себя возомнили хозяевами? Дева в белом предлагает детям, двое из которых после всех этих событий проживут всего пару лет послужить Богу. Отличные служаки, крохотные и наивные дети, которые вскоре умрут от испанки. Шикарный план. Дети соглашаются по чистоте и доброте душевной и слышат от якобы Девы Марии посвятить себя Богу, чтобы переносить все страдания, которые Он вам пошлет, во ископление грехов, которые так оскорбляют Его. Вечная оскорбляшка. И ради обращения грешников. Тогда вы должны будете много страдать, но милость Божия будет вашей силой. 13 июня 1917 года Дева в Белом явилась вновь. И вместе с детьми было уже 60 взрослых людей. Дева в Белом не явилась просто так, она явилась, держа в руках человеческое сердце, вокруг которого были обвиты шипы, впивающиеся в плоть. То есть маленькие дети постоянно находились благодаря тому, что считает католическая церковь божественным и христианским в бесконечных образах каннибализма и растерзанной человеческой плоти. 13 июня 1917 года Богоматерь вновь является детям и говорит им следующее. Пожертвуйте себя, я уже просто не могу, пожертвуйте себя за грешников и часто повторяете, особенно когда приносите жертвы. О Иисусе, я делаю это из любви к тебе ради обращения грешников и искупления грехов, содеянных против непорочного сердца Марии. Далее детям был показан ад. Ад, Карл, деткам не показали рай, им не показали ласковые объятия Бога или Христа, им показали ад. Детки, немного ада не желаете? То есть возникает ощущение, что над детьми умышленно издеваются, их умышленно терзают. Какие жертвы от маленьких детей? Ну, не коров, баранов же с ножами они будут приносить в жертву, ни кошек, ни людей. Какие жертвы? Те, из-за которых потом чистый ребенок чувствовал себя без сил, как это было сказано в начале? А ведь о чем-то странном начинает слышать вся Португалия и Европа? А значит, люди, которые слышат об этом, принимают внутренние решения, верить детям или нет. А значит, все, кто верят в этих деток и в эти рассказы направляют свою веру на них. А потом вы появляетесь каждый месяц, подонки, и стрижете шерсть с маленьких овечек через страх. Классная схема, рабочая, эффективная. Ведь дети прекрасны сосуды для элемента всех тех, кто им поверил, кто надеялся на то, что их рассказ правда. Так не могло продолжаться долго, и местные власти, узнав о происходящих событиях и о том, что свидетелей становится все больше, арестовали детей. Причем кого-то из них побили, пытаясь заставить признаться, что все это неправда. Ну, то есть боги дебилы и люди дебилы. И это не совсем шутка, так как мы созданы по образу и подобию. Их мы имеем в эмоциональном и поведенческом плане. Все те же черты, что и они. Так как дети были арестованы, никаких явлений больше не было. И люди были недовольны этим. Так как детей начали признавать чуть ли не святыми. Детей пришлось отпустить. И явления вновь вернулись. Однако уже в совершенно ином качестве дело в том, что на последние две встречи детей с кем-то выдающим себя или же являющейся Девой Марией явилось внимание 30 тысяч человек, а на последнюю около 70 тысяч человек. Как вам такое? Неплохо, правда? Даже по современным меркам это много. А в 1900 году на Земле проживало 1 миллиард 656 миллионов человек. То есть, если это сопоставить с численностью нынешнего населения, в процентном соотношении это примерно внимание 300 350 тысяч человек. Неплохое количество свидетелей, не так ли? При своих последних появлениях Дева Мария передала Луси и девочке предсказания о судьбе нашего мира. Они касались революции в России, Первой мировой войны, Второй мировой войны и прочего, вроде как, вплоть до событий, являющих собой конец света, Армагеддон. Существовала даже некая многолетняя чуть ли не вековая интрига, зовущаяся третьим предсказанием Фатимы, которое Ватикан долгое время не оглашал и держал в тайне. Мировая конспирология была уверена, что там говорится об апокалипсисе, поэтому Ватикан молчит. Однако, какое-то время назад это предсказание раскрыли и там что-то социально-политическое, никаких мировые конспирологи расстроились и сказали, что их обманули, и на самом деле Ватикан скрыл, что там в этом третьем предсказании находилось. Тем более, что вроде как понтифик Иоанн Павел Второй намекнул, что там может быть на самом деле что-то связанное с жуткими событиями, сопровождающими кошмарный конец света. Почему я об этом не говорю? Потому что мне это неинтересно. Потому что весь интернет завален ночами сварога, эрами водолея, переходами различного рода в различные мерности и так далее, ядерными войнами, предсказаниями Ванги и прочими кошмарами. Их без меня хватает. Если на вашу долю выпадет конец света, вы его не пропустите. Поэтому мне эта тема неинтересна. Куда более интересны шокирующие детали того, что происходило на двух последних встречах с якобы некой богоматерью. Ну, конечно же, она всех хорошенько попугала, сказала, бог страдает, каетесь, кланяйтесь, все плохо. Ну, в общем, все как всегда. Вы дерьмо и во всем виноваты. Даже маленькие дети, новорожденные. Однако не это интересно, так как масштаб события был куда больше и его невозможно при 30 или 70 тысячах срежиссировать и выдумать. Надо было людям, или точнее коровам, добывающим молоко и элемент показать всю свою мощь и силу. Вот что при последней встрече сказала Люсия в отчете епископу города Лирия. Далее около 70 тысяч человек видела, как солнце стало бело-желтым, настолько неярким, что на него можно было смотреть. Солнце превратилось в серебряный диск. Этот диковинный диск быстро вращался вокруг своей оси, отбрасывая во все стороны пучки окрашенного света. Красные лучи прорывались по краю солнца и окрасили облака, землю, деревья, людей, затем чередуя друг друга лучи фиолетовые, синие, желтые и других цветов. Он трижды останавливался и трижды возобновлял движение. Только люди от страха попадали на колени, как он ринулся зигзагами вниз к земле и перепуганным людям. Далее диск вернулся на место и снова стал невыносимо сверкающим солнцем, а одежда всех присутствующих оказалась сухой. Все это продолжалось около десяти минут. Далее по большому счету можно ничего не рассказывать и не объяснять, ведь умные люди все сразу поймут и сопоставят. Если кто-то чего-то не понял и видит в каждом слове, в частности моем козне дьявола, ему надо запретить размножаться и высказывать свои мысли вслух, потому что однажды сам Христос им скажет со слезами, да ты хоть видишь, что все это разводняк, это гребаная ферма, твой бог зло, ты лишь корова, наделяющая его силой и властью. Но они не очнутся и не поверят, и скажут ты врешь влажным слизким языком, желая продолжать вылизывать свои оковы, испытывая раболепный оргазм, мечтая о вознаграждении после смерти не за свою доброту и любовь, а за тупорылую верность граничащую самоуниженным безумием. Да, я писатель и автор бестселлеров, поэтому то, как я могу говорить, могут это делать не только лишь все, мало кто может это делать. Там среди этих 70 тысяч человек были очень образованные люди с высшим образованием, ученые, неверующие, и они могут вполне описать то, что видели адекватно, без религиозных преувеличений. Давайте же узнаем, что увидел находящийся там профессор Киомбрского университета Алмейда Гарретт. Шел очень сильный дождь, внезапно луч солнца пробился через плотные облака, и все стали глядеть в этом направлении. Объект выглядел подобно диску, с очень четкими контурами. Он ярко блестел, но не слепил. У меня не сложилось впечатление, как у некоторых других, что объект был тускло-серебряным. Скорее, его изменяющийся цвет можно сравнить с жемчужным. Диск был похож на хорошо начищенный металлический предмет. Я вовсе не прибегаю к поэтическим гиперболам, так как видел все собственными глазами. И вот этот диск неожиданно начал разворачиваться, вращаясь все быстрее и быстрее. Внезапно толпа издала вопль ужаса. Непрерывно вращающееся солнце, изменив цвет на кроваво-красный, камнем устремилась к земле, угрожая раздавить всех своим страшным весом. Слова объект был подобен диску от человека с профессорской степенью звучат очень красноречиво, согласитесь? Надеюсь, никто не думает, что всю информацию и в частности слова профессора Алмейды Гаррета я взял из Википедии. Каждый раз работа проводится очень серьезная и считаются источники на многих языках. Полный отчет профессора Алмейды Гаррета можно найти в новост документа с Де Фатима издания Лайола Сан-Паула 1984 год. На месте, где происходили все вышеописанные события, сейчас стоит красивая белая базилика, храм, где молятся сотни тысяч паломников каждый год своим богам и богиням. Так происходит во всех храмах мира, во всех религиях. Но кому построена базилика в Фатиме? Богу? Или тому, кто перемещается на сверкающих дисках? Или, быть может, не только в Фатиме, а во всех храмах мира люди поклоняются тем, кто перемещается на сверкающих дисках, кто во всех религиях называет нас паствой, скотом и рабами. Сварог, Перун, Аллах, Ях, Вышива, да очинитесь вы! Разницы никакой, мы для них никто. И не боги они, а самозванцы всегда были ими и будут. В 1994 году в школе Ариэль в Зимбабве более 60 детей и учителей, на самом деле их было сотни, видели диск приземлившийся около школы и инопланетян. Очень известная сенсационная история, удостоившаяся документальных фильмов и сериалов. Эти дети не врали, они правда видели то, о чем рассказывают. Но почему опять дети? Что ж вы скоты делаете? Почему именно дети? Элемент огромное количество наивность, возможность вытянуть из них все, из тех, кто будет им верить десятилетиями. Странные серые существа с большими черными глазами общались с детьми телепатически и сказали им о том, что земля страдает, ее нужно беречь и что скоро мир перестанет существовать. Ну, то есть опять про конец света. Да кому вы несете эту ересь? Мир переживал сумасшедшие потоки лавы, столкновения с астероидом, после чего возникла луна. Конспирологи в это не верят? Ну, я тоже. Земля съела трилобитов, динозавров, миллионы видов, о которых мы не узнаем ничего, пережила засуху и ледниковые периода, да ей до лампочки, она выдержит и это, и сожрет и нас, и потом на ее поверхности вновь будут прекрасные миры и, быть может, еще более прекрасные виды, которые будут любить свой дом больше, чем мы. Мир не закончится, мы закончимся, но с учетом того, как долго существует земля, она даже нас не заметит. почему не Красная площадь, почему не Белый дом, не Версаль, не площадь Таня-Нь-Мэнь, почему дети в Зимбабве, разве они ответственны за принятие решений, влияющие на мир? Конечно же нет, вас интересуют дети по другой причине, они вам поверят, и все их эмоции, страх и ужас будут всеобъемлющими, направленными на вас и ваши слова, именно это вам и надо, ведь вы через это черпаете свою власть, свою силу, свою бесконечность. Примерно 14% всех детей, проживающих в мире, утверждают, что слышат или слышали один или два раза в жизни или больше некие голоса у себя в голове. Также значительно больше детей, чем взрослых, утверждают, что будучи детьми, видели нечто необычное и странное. Кто призраков, кто ангелов, кто что-то страшное, кто воображаемых друзей. Не нужно волноваться, ведь с возрастом это проходит, как и ощущение какого-то счастья, долгого течения времени, ощущение некой сказки, отсмотрение кино или мультфильма, сказочных снов, но и порой особенно страшных, как это было у меня, например, с детства. Меньше происходит чудес, если у вас были любящие родители, даже при небогатой и неполной семье, то именно так у вас было, и вы это знаете. А потом что-то стало исчезать, становиться хуже. Если посмотреть на то, как работает мозг у ребенка, можно узнать, что до определенного возраста мозг ребенка находится в состоянии, которое мы испытываем не просто при сильном ослаблении, а фактически находясь в быстрых сновидениях или настолько глубоком трансе, что не ощущаем реальность вокруг, как и нас самих. Почему так происходит? Потому что теменная доля мозга у детей менее активна, чем у взрослых. Она отвечает за отделение человека от окружающего пространства, не только вашего тела, но и разума. Теменная доля мозга, ее активность это забор от всех видов реальности. И у детей, как говорит наука, его нет. Потом он начинает появляться и становиться все сильнее. Голоса пропадают, как и чудеса, как и ощущение какого-то чистого счастья. Они остаются за забором. Ведь это так логично. С тобой говорит кто-то, ты закрыл плотно дверь, и не слышно этого разговора, но и ты не можешь поговорить и обратиться к тому, что за дверями они плотно закрыты. Поэтому молитвы ваши не слышат. Ваши просьбы ко вселенной никто не слышит. Желания не работают. Не важно, что вы думаете об этом. Это наука. И это правда. Но если вдруг оставить себе то, что забрали у детей в Фатиме и у десятков тысяч людей, что будет, если оставить то, что забрали у детей с тем, с кем ты захочешь на своих условиях, что будет. Что хочу сказать, Петр, про курс. Когда я на него пошла, точных и твердых желаний у меня не было. И когда я пришла к вам, я хочу сказать, что я похудела, что не могла сделать годами. У меня улучшилось здоровье, ноги перестали болеть. И подруга села вместе со мной с 29 апреля, пошла вместе со мной на курс. В итоге через две недели выгоняет она все время принимала таблетки. И все настолько у нее поперло, что она не ожидала. А как иначе? У всего смысл прикладной. Пока кто-то до посинения витает в облаках, желая божественных откровений, он не понимает элемент нечто реальное, дающее то, что ты хочешь. Быть может материальное, быть может любовь, быть может здоровье, быть может возможности. Хочешь мистики и просветлений, тайн вселенной. Будут и они. Но это должен быть когнитивный, реальный опыт, а не вечная трепотня о высоких материях и духовности. И они те, кто черпают элемент, пока люди стоят на коленях, живут жизнью, которую описывают лишь писатели-фантасты, где возможности за пределами вашего понимания. Я лишь говорю оставьте его себе и пользуйтесь на свое усмотрение, а не позволяйте забирать у вас через страх и бесконечные пустые мольбы. 6 января в понедельник 2025 года начинается шестой по счету курс по накоплению и использованию элемента. Самого важного, что существует в человеческой жизни, из-за чего он был создан, того, с чем получается все, а без него ничего не получается. В предыдущем году я жила без моих детей 8 месяцев. Это было жутко, так как мой муж постоянно бил меня. У меня остался только этот вариант уйти одной. В этот период я стала все делать, как вы рекомендовали. Я стала работать, купила все необходимое, что мне было надо у меня, где бы я не ходила, все получалось. Но только честно, никогда не молилась, только писала в моих тетрадках то, что я хочу. Сейчас мы вместе с детьми. Да мне да лампочки, что думают скептики и хейтеры. Все вначале были скептиками на курсе, а потом мне сотни отзывов записывают. То, что открыто, то, чем является элемент, скоро будет всюду. Запомните, люди пробудятся, результаты людей на курсе и после него феноменальные. Почему? Потому что элемент это правда. это наука, не вечная трепотня об эзотерике и духовности, а главное результат. Элемент та самая точка, где пересекается наконец-то физика и метафизика по-настоящему. 6 января 2025 года начинается онлайн-курс по накоплению и использованию элемента. Длительное 49 и 90 дней. Кому нравится, идет после 49 дней дальше на дополнительные дни и в общем будет 90 дней. Можно обойти сразу на 90 дней. В основном так и делают. Это увлекательнейшее, интереснейшее путешествие с ответами на вопросы, уроками, практикой, самое главное заданиями, график, которых вы определяете сами. Но группу я веду лично, возможно в последний раз. Всех, кого интересует курс, его детали и результаты, переходите по ссылке в описании под этим видео, в группу в телеграм и пишите в комментариях курс. с вами сразу свяжутся. У кого по той или иной причине нет возможности пройти курс, можете прочитать книгу «Восхождение и заговор», написанную мной. Да, я писатель и автор бестселлеров и использую элемент по полной. В книгах вы найдете подробную информацию и ответы на вопросы, что такое элемент и зачем он нужен человеку. Те, кого интересует книга, переходите в группу в телеграм и пишите книга в комментариях или курс и книга и с вами сразу свяжутся. До встречи на курсе и в группе в телеграм. Нравлюсь я тебе человек или нет, веришь ты мне человек или нет, покажет время, а время всегда показывает именно в мою правоту. В любом случае со мной или без меня ты должен оставить элемент себе. Это единственное, что заставит реальность считаться с тобой. События в Фатиме столь важное и великое по одной причине. Оно показывает, кто наши боги на самом деле и как они к нам относятся. Никаких других богов и создателей у человека нет и не было. Заметьте, те, кто являлся Лусии и ее брату и сестре были такими же, как и мы по росту, весу и другим параметрам. Их кости сформировались в соответствии с гравитацией, соответствующей нашей. Они также реагируют на свет солнца и кислород. А значит, есть место, где все точно так же, как и у нас, только лучше. Не как на ферме для скота. О да, мы созданы по образу и подобию их, и это факт. Нам присущи все негативные и позитивные черты, но что-то пошло не так, и мы не совсем они, предположу, даже генетически. Мы для них никто, даже не домашние питомцы, мы скот и доля наша скотская. Так считают они, но так не обязаны считать мы, ведь они мне от себя богами, а на самом деле такими не являются. И без молока, которое дает корова без элемента, они те же самые коровы, и они знают об этом. Я желаю вам добра, любви, возможностей. Я желаю вам защиты истинных сил света. Они есть, они слабы, и они проигрывают, но они есть. Я желаю вам мудрости, источника и его силы. В следующий раз поговорим именно о хозяине фермы. Если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление. Тебе, жестовое зло, че так в сон клонят? Я, как обычно, не закончу это видео. Пойду спать. Но вы не выключайтесь. Почему-то я должен был вам это сказать. Спишь? Подстилка иллюминатская. Сатана, прекрати, нас увидят. Ну, хорошо, давай, ты первый. Даже знать не хочу. О, как тебя покрутило, Петька. Одну таблеточку заберем. Скоро увидимся. Пашка, это ты? А что ты тут делаешь? Ничего. Прогуливаюсь, пока ты спишь. Ты спи. Спи. Пашка, давно хотел у тебя спросить. Как ты думаешь, они не догадаются, что я работаю на иллюминатов и сливаю им секретную информацию, но ничего уже не исправить и мы победим? Конечно же, нет. Все у вас получится. И чипирование будет? Да. И новый мировой порядок? Да, мой хороший. И антихрист возглавит единое мировое правительство? Конечно. Конечно. Интересно, кто им будет? Кто, кто? Ну, а кто? Ха, нет. Да ладно. Думаешь, я достоин? Ну, посмотрим. Слышишь, ты этот, клаушваб на минималках. Скажи, пожалуйста, а что тебе вот только что снилось? Честно, не помню. Что так задница побаливает? Ладно, я спать. Ну, как? Спасать надо парня. Субтитры сделал DimaTorzok